День добрый. Сыграли в ничью 0-0. Поздний матч. Честно говоря, вчера ни у кого особого настроения не было записываться, поэтому решили перенести на сегодня, как-то на свежую голову, чтобы понимать, что-то осознать, отдумать. Поэтому начинаем. Дамир, начнем с тебя. Ты присутствовал на стадионе, съездил на выезд. Как ощущения? Как вообще показался матч живую? Мы смотрели по ютубу, поэтому слава тебе. Да, спасибо. Привет всем. Да, в целом, шикарно съездил, мне понравился. Это такое, знаете, необычное чувство, когда ты... Одно дело, ты постоянно видишь команду на центральном стадионе, это как бы обыденность, да? А другое дело, когда ты видишь родную команду в чужом городе, да? Абсолютно в чужом стадионе, и это непередаваемые чувства, это как бы своя романтика, и оно того стоит всегда, да? Потраченных денег, сил, ресурсов и эмоций, да? Вне зависимости от результата, там, да, выиграли, проиграли, ничью сыграли, это всегда хорошо, шикарно. И пользуясь случаем, эфиром, да, хотелось бы тоже обратиться к болельщикам, тем, кто нас смотрит, да, взрослые люди, там, молодые ребята. Как бы такое, знаете, пожелание или совет. Ребята, если есть возможность, катайтесь на выезда, поддерживайте команду, да? Это не обязательно, чтобы это были все прям города, да, которые есть в календаре, да? И не обязательно, чтобы это было, там, самые дальние. Если никогда не ездили, можно попробовать с Талдукургана, с Тараза, там, да, начать. И совсем не обязательно быть очень таким ярым болельщиком, да, кто как любит, да, кому как удобно. Кто-то любит просто молча сидеть, смотреть футбол, кто-то любит похлопать, кто-то любит шарфом помахать или флагом, да? А кто-то любит, там, поорать, покричать, попрыгать или попеть, да? Каждому свое, и поддержка, она ничем не ограничена, да, в целом. Вот. Скажу так, да, ну, сам город хорош, люди добрые в целом, да, но вот стадион, да, я лично сам убедился в этом. Там не зря его называют труба-арена, да, потому что, когда ты смотришь, ты вот так вот, то туда, то сюда, потому что упираешься в эти трубы толстые, да, и порой не все видишь. И это мешает, так сказать, в общей картине. Но в целом смотрелось нормально. Конечно, игра оставляет желать лучшего. Мы все это видели, и я, кажется, даже скидывал вчера статистику игры, да, что мы ноль угловых подали, ноль ударов в створ в целом. Если брать игрока матча, я отмечу Устеменко, да, скажем так, лучший в нашем составе. Как видите, мы не только можем, да, критиковать, но и можем всегда похвалить, да, то есть критика у нас всегда конструктивная, да. Если плохо сыграл, мы говорим, плохо сыграл. Если хорошо сыграл, то мы говорим, хорошо сыграл, да. И Устеменко был действительно хороший, действовал уверенно абсолютно, да. Но если он там слышит, видит это видео, могу только сказать, рахмет, респект, Молочин. И единственный момент, который мы видели, это с трибуны. Мы все там замерли в этот момент, когда мяч все-таки дошел до Шуши Начева. И он остался один перед воротами, семиметровыми, да, там, большая дыра, да. Не знаю, катни куда-нибудь вниз, там, в угол. А он лупит по воробьям, и это просто такой фейл был для нас, если честно. И, по-моему, с тех пор у нас опасных моментов не было. Что-то было во втором тайме, где Жоа Паула через себя бил, опять-таки с передачи Шуши Начева. И все. Ну и также отмечу, понравилась игра нашего центрального защитника Широбокова, да. Он действовал тоже достаточно очень продуктивно, очень хорошо. Мне также понравилась была даже игра против Пахтохора, где он также действовал очень уверенно. И по самоотдаче ему претензий вообще нету. А так, в целом, картина игры, ну, все как обычно, ничего нового. И мы уже предыдущие, да, эти эфиры критиковали, говорили о проблемах, там, да, о том, что игры нету, и что, кажется, что там у тренера нет больше идей. Я больше, как говорится, то говорить не хочу, там, повторяться, да, говорить одно и то же, да, что игры нету, что очень плохо и скучно. Ну, скажу так, где-то во втором тайме мне стало так тяжело, я, честно говоря, спать хотел, я просто вырубался, потому что, как бы, пока я ездил на этот выезд, там, поспал 3-4 часа всего, было нелегко. Но, в целом, игра усыпляла, сказать честно. Вот, это так. Да, игра карата лучшая снотворная, это мы уже про это рассказывали. Иван Ильич, ты сегодня, это, прямо как из 90-х, да, золотая цепь. У меня всегда серебряная цепь, если не знали. Иван Ильич, покажи печатки свои. В смысле, наколки? Портачки. Так вы в эфире, что ли, вы давно уже разговариваете? Ну, конечно. Скажи, что хотел, ты вчера матч посмотрел тоже, что скажешь. Есть, что новое сказать про игру? Ну, хотел поздороваться со всеми болельщиками, если кто-то нас все-таки смотрит. Ну, что про игру можно сказать? Как бы, комментариев нет, нет слов. КСР играет специфическую игру. Махторал нестандартная команда. Все, все, что я могу сказать, это слова самого нашего главного специалиста. И я, раз так он считает, значит, так и есть. Он же лучше всего знает, команду и игру, и уровень, и все. Да, он вообще самый лучший в мире тренер, который научил Паула забивать, поэтому тут, ну, как говорится, не сомневаемся в этом. Кстати, именно после этого интервью, по-моему, это все стало валиться. Поэтому карма есть карма, и она действует. Ну, ладно, Клоныч пока еще осваивается, и нарус тогда твое мнение об игре, а потом еще отдельно про Кейкера поговорим. Всем добрый день. После вчерашнего матча хотелось бы процитировать классика, сказать мне нечего сказать. Но на самом деле есть определенные мысли. Вообще иногда мне кажется, что поражение даже лучше, чем ничья. Во всяком случае, это какие-то эмоции, когда ты смотришь ничью, тем более нулевую. Тебе кажется, что просто зря потратил время, ничего ты не приобрел. А после просмотра столь удручающего, я бы сказал, бездарного поединка в исполнении двух команд. Но Кайсару я это прощу, это не наша команда, играют как умеют, как говорится. А вот в исполнении Кайрата уже три месяца. Нет никакой игры, не видно никакого просвета. Пройдясь по персоналиям, согласен. Действительно, Устеменко в концовке спас команду, спас от поражения. Я бы, наверное, сказал, что до 70-й минуты у него как таковой работы не было. Потому что Кайсар мало того, что из себя представлял в атаке. Но постепенно, уже ближе к концовке встречи, действительно, хозяева были, скажем так, больше нацелены на победу. И сейвы у Семенко два раза, по-моему, очень неплохо выручил Касабулат. Хотя и тоже на протяжении матча нередко ошибался. И очень сильно запомнился один сцен номер Кайсара. Такой привиновастенький игрок, благодаря которому, собственно говоря, тоже удержали мы эту ничью. Пускай не обижается, если смотрит. Касаемо нашей игры в атаке. Ну, Пауэл что-то пытался сотворить. По-моему, у него было четыре удара издалека, но все мимо. Момент с Шушиначем, наверное, главный хайлайт вчерашнего матча. Такие моменты необходимо забивать и в очередной раз разочаровываюсь формой Артура. Но вот что больше всего расстраивает, так это то, что в двух матчах команда буквально соглашается на ничейный результат. Пытается его всеми силами удержать. Отсутствовали замены, хотя я понимаю, что особо выпускать некого было. Но, тем не менее, повторюсь, три года назад было придумано и введено правило пяти замен. Но в то же время Кейкер максимально до 85 минут использует только одну замену. Не знаю, почему он это делает. Я считаю, что во вчерашнем матче можно было выпустить и Кейлера, и Ульшина. Во всяком случае, это те ребята, которые несколько раз за сезон могут что-то выдать. Могут навесить хорошо, могут ударить издалека. Но нам нужна была победа. Мы потеряли с Махтаралом и Кайсаром суммарно 10 очков. И 10 очков мы приобрели в матчах с Кейкерами. То есть мы вышли в ноль. Больше ничего сказать. Даже я бы не сказал, чтобы мы вышли в ноль, потому что у нас еще есть Шахтер, ЖТСУ. Поэтому мы явно в минусе. Я еще раз говорю, я бы согласился на 4 поражения от лидеров, если бы мы выиграли остальные матчи. Это было бы нормально, мы были бы железно выше Актобе, железно устроить, потерять 12 очков. Но, к сожалению, мы теряем очки и с командами, которые находятся ниже нас в таблице. Ну, раз уже речь зашла о нашем главном тренере, я процитирую его интервью. На этот раз это все-таки больше, чем одна строчка. Так, это что? Ну, единственное, что я процитирую не все интервью, но все равно небольшое. Но вот вопрос. Кого вы могли выделить в составе Кайсара? Кто больше всего создал проблем? Не было никаких проблем. Ну, то есть мы ни разу не попадаем в створ ворот, не подаем ни одного углового, но проблем у нас нет. Кайсар играет в специфический футбол. Игроки дают длинные передачи и борются, зарабатывая ауты, подчеркиваю, и стандарты, тянут время. То есть они тянут время, зарабатывая ауты и стандарты. Ну, честно говоря, до этого времени я считал, что люди тянут время, там, долго выбивая мяч, долго бросая аут, долго исполняя штрафы. Но то, что тянут, зарабатывают, честно говоря, для меня это что-то новенькое. Скоро, Кирилл Сергеевич, ваше интервью будет расходиться на серьезные мемы. Думаю, Нарус это отметит обязательно. Что скажете? Ну, я не знаю. Такое впечатление, что человек потерялся. Совсем потерялся? Можно я скажу, да. Касательно Гейлера и все. Просто добавлю, да, касательно самой игре. Кекеры, да. Кекеры, конечно. Я еще не отошел. Парангай. Я еще не отошел с выезда. Вот, короче, смотрите. Сетовать на, скажем, погоду или на поле точно нельзя, да. Обе команды играли в одинаковых условиях, да. Это раз. А второе, тот же Кайсар, ну, прибил на нашем же поле идеальном, да, нас. Причем быстро, за полчаса, сделав результат, да. Да, я еще в первом тайме. Да, они просто нас прибили. Поэтому все это вот там на поле, на что-то еще, какие-то факторы. Это отмазки бедных. Касательно Кекера, мне немножко непонятно, да, почему он не смотрит сначала на свою команду, на игру с своей командой, а ищет там соринку в чьем-то глазу, да. Найди сначала свое бревно, да, а потом уже говори про чьи-то команды. Кайсар имеет право в любой футбол играть. Специфичный, неспецифичный, атакующий, не атакующий, там, не знаю, автобус будет парковать. Это их дело, да, не надо туда лезть, там, да. То, что он вот это вот процитировал, сказал это, да, это лучше расскажи про свою команду, да, как мы играем. Он вечно говорит, что о чем-то вот, ой, там, может, Пес там не играть на своем стадионе, и это сучит утручающе, да, там, или разочаровывающе. В этот раз он больше говорил о Кайсаре, да, нежели о своей игре. Больше, как говорится, нету какой-то конкретики, да, не извините, не сори, там, да, игрой я недоволен, там, да, результат тоже. У нас ничего не получалось, у нас, ну, там, был такой план, у нас он не сработал, да, как-то. Я не говорю, что прям очень все в деталях, да, разбить на атомы, да, но все-таки сконцентрироваться на игре, игре своей команды было бы лучше, нежели лезть в чужую команду. И это меня, мне это непонятно, если честно. И, ну, не знаю, немножко звучит в его, как сказать, какая-то надменность или высокомерие, что ли. Или он просто так защищается от ненужных, неудобных вопросов, защищается от журналистов, так, да, пытается куда-то там стрелой в другую сторону кинуть, но только не от себя. Вот эти вот оправдания, не чтобы просто признать там, да, да, мы сыграли говно, вот и все, да, там, игры у нас нету, пока не получается, да. Да, просим там прощения у болельщиков, да, и все. Ниджо начинает про Кайса рассказывать. Все. Ну, еще текера можно назвать капитан очевидность, поскольку он сказал, ну, раз мы не выиграли, значит, сделали что-то не то. Но это день, день, я не знаю так, его фразы, я же говорю, скоро уйдут в народ. Понимаешь, ну, скажи, что с текером не так? Ну, вроде его так давно знаешь. Нет, я его личность, к сожалению, вообще не знаю, честно сказать. В окружении знаешь, может быть, и спрашиваем, в окружении его знаешь. Я думаю, что на самом деле этот тренерский штаб вообще ни разу не смотрели ни одного нашего обзора. Вряд ли они вообще знают, может, кто-то им рассказывает, что есть какие-то вот, борешься каких-то старичков, которые там, этот, недовольны всем, ну, в отличие там от огромной массы молодых, амбициозных, настоящих, преданных фанатов Кайрата, которые там поддерживают всегда. Да, ну, я так думаю, скорее всего, про нас просто не знают. Ну, если кто-то смотрит, может быть, какие-то разговоры идут там, не знаю, среди наших ровесников, среди старых фанатов. Вот, ну, мне только приходится догадываться. Я думаю, что, скорее всего, кекер и руководство, тренерский штаб, они считают, что они, в принципе, из имеющихся материала и средств делают какой-то результат более-менее приемлемый. То есть, как такого же критики не идет же, на самом деле, то есть, мы все равно будем как бы в первой шестерке, да, хотя у нас там 14 команд же, там семерка получается, да. В призеры мы, ну, я боюсь, что мы не попадем в призеры. Вот, и вы вчера говорили, что там лучше бы мы проиграли, лучше бы мы проиграли там лидерам, лучше бы мы там обыграли своих прямых конкурентов или тех, да. Да, так вот, для меня лично все равно, я считаю, что, ну, одну очко с выезда, одну очко с такими принципиальными сильными соперниками, да, для меня все равно, я считаю, эту копилку, очень, этот дефицит будет сильно, этот, значит, понимаете, поэтому для них есть оправдание. Мы, получается, у нас 5 ничей, 4, да, поражения, 8 побед, если там, допустим, я не знаю, перед руководством у штаба, наверное, они, в принципе, идут неплохо, я так думаю. Другое дело то, что, да, мы вот недовольны, что мы могли бы рассчитывать на большее и имели бы лучший вариант, например, в таблице. Я не знаю, честно говоря, на самом деле, еще же есть игры, остаток чемпионата, уже будет скоро последний, этот месяц лета и потом дальше будет осенний футбол. Ну, просто, да, нас печалит то, что нет, не то, что никакого развития, если мы где-то как-то амбициозно что-то там брали, там, была, там, составляли какую-то грозу авторитетом, там, взяли очки там, где не думали, а потом же, опять же, проиграли там, где не планировали, вот. То есть сейчас мы видим, что просто команда идет на скат, и я считаю, в целом, это не только, как бы, ответственность, и тем более вина тренерского штаба. Здесь в целом, я считаю, в целом клуб работает таким образом. Так что здесь конкретно просто там это, постоянно там что-то пытаться там критиковать тренерский штаб, я вообще смысла не вижу, потому что обратной связи такой нет. Мы уже не первый раз уже критикуем, причем мягко, как-то аргументированно критикуем, отсюда вообще ноль на выходе, так что что-то сейчас говорить там, я, честно, смысла не вижу. Сами видите, команда скатывает по игре, скатывает, все хуже и хуже, Артур не забивает, сейчас уже ЖАО перестал, как бы, забивать. Слух нет вообще. Ясно, Коамыш, Кагнарус, Тибирского, вот, говорят, сейчас пока у нас на четвертом месте таблицу показываю, но у нас уже Табул опережает на 3 очка по потерянным, ну, и, соответственно, по потерянным на 2 очка опережает Казаузрар. То есть, стратегически вот эти два матча с Мортораловым, с Кайсаром были очень важны, мы об этом даже говорили перед Атимичем, что желательно бы взяли 5 очков, но, к сожалению, этого не случилось. Что скажешь, Нарус, что ты скажешь о Тибире? Касаемо его пресс-конференции, ну, возможно, это уже некий такой, знаете, защитный механизм, сказать особо ничего. Критика все-таки не только от нас, не только с нашей стороны исходит, также можно почитать комментарии в официальной группе, в Инстаграме, также в наших страничках. Люди тоже недовольны, люди, и недовольны в первую очередь игрой, которую команда показывает. И, исходя из того, что скоро играть с лидерами, ну, нет каких-то предпосылок, что мы сможем снова отобрать очки. В прошлый раз их тоже не так уж много было, но если вспоминать, как Кайрат до этих встреч шел, в принципе, неплохо шли. Да, проиграли ЖТСУ перед матчем с Останой, но в целом какая-никакая игра была, и Шушиначев забивал, и молодежь более-менее себя проявляла. Сейчас же полностью команда потеряна, и вот это вот пугает. Что касается нашего четвертого места, ну, я исхожу из того, что мы сейчас шестые по потерянным очкам. Пятое, шестое место нас могут в любой момент обогнать, плюс мы еще, повторюсь, играем с лидерами. Там тоже непонятно, сколько очков наберем. Вот единственное, на что я надеюсь, так это на то, что наши представители в Еврокубках там задержатся подольше, и хочется верить, что им достанутся максимально крепкие соперники их уровня, чтобы побольше, посильнее измотать эти команды, чтобы они потратили больше сил в лиге конференции, в лиге Европы, неважно. И только так у Кайрата появятся какие-то шансы на очки. В общем, все. Да, конечно, если в Еврокубках они чуть-чуть будут терять свои силы, для нас будет хорошо. Но с Октабео это не пройдет, сразу говорю. Вряд ли торпеда Путаиси сможет что-то навязать Октабео в следующий четверг. Ну, единственное, что, конечно, Октабео в матче играет дома, поэтому есть некоторые сомнения, что нам это сильно поможет, к сожалению. Ну, что делать? Вот я в комментарии читаю, что, ну, а что вы хотите от Кейтера? Ну, как я что хочу? Я хочу, чтобы он что-то честно говорил. И хочу от клуба, чтобы они говорили честно. Если бы они сказали, я повторюсь, 10 раз повторяю. Сказали бы, ну, наша цель, там, первая семерка, первая восьмерка, вы сами понимаете. Состав у нас, усиления нет, денег нет, ну, все хорошо. Я думаю, что сейчас бы все болельщики были бы рады, сказать, вон, мы на четвертом месте. Да даже если там по потере на шестерке, да ничего страшного, зато мы играем с своими молодыми и все так далее. Мы были рады. У нас заявляются в трое, мы должны быть в тройке, мы должны бороться за Европу. Зачем вы про это заявляете? Зачем? Зачем вы повышаете цены на билеты? В такой ситуации вы сейчас повышаете цены на билеты, когда говорите, что у нас некому играть. Вы вот этими ценами на билеты, скажем так, болельщиков не заманите. Абсолютно. Тут надо снижать цены на билеты. Знаете, цены были, когда, извините, играли Аршавин, в Совете цена была меньше. Да, там, конечно, инфляция была не там, но тем не менее. Даже в вопросе показывать игру. Я не требую, чтобы команда была в тройке, в четверке, в пятерке. Показывайте какую-то игру, делайте какой-то прогресс. Давайте вспомним прошлый сезон. Что нам говорить? Вот сейчас молодые, а вот оботрутся в этом сезоне и в следующем сезоне покажут. Что покажут в этом сезоне? Начало более-менее хорошее. Мне так уже и Армар про это говорил. Вот, видимо, пик формы был на эти матчи с лидерами. И все. И команда дальше идет физически чисто по спаду. Я вот не скажу, что там я говорю, что еще раз повторю, я писал. Тетер – это неплохой тренер, хороший тренер. Я ему очень благодарен, что 21-й год. Я считаю, что Лига конференции, группа – это полностью заслуга только Тетера. Последний матч, который Гавриленко его провел, это там, так сказать, вообще не проблема была. Поэтому это достижение чисто Тетера. Поэтому ему только уважать. Но я считаю, что Луччакт, он в каком-нибудь скупоре, он немного не понимает, куда идти, что делать. Причем я считаю, что если будут менять тренера, если решать, что это не должен быть из Академии. Это должен быть исключительно со стороны, которая что-то поменяет. Так сказать. Мое видение, что сказать, он еще. Ну, если персонально говорить про тренера, конечно, то мы можем, конечно, сравнивать его. Например, его работу сравнивать с работой Али Алиева, или с Карповичем можно сравнивать, с Баяном можно сравнивать. Правда. Вчера, допустим, Али Алиев показал именно результат своей работы. Как хорошо вчера играл Кубикар, допустим. Он играл по статистике, он превосходил по атаке, по натиску против Астаны. Астана, имея такой состав, такие замены они делали. Они никак не могли выровнять игру. И, в конце концов, он добился результата. То есть, вот просто если бы не было таких, примерно, грубо говоря, одного возраста, одного опыта, одного времени тренеров, мы могли бы сказать, ну да, наверное, и тренер у нас на вырос, и молодежь у нас на вырос, и команда у нас на перспективе. Ну, мы же видим же, каким образом там, допустим, действует то же самое хозлажа. Поэтому, нам просто этот, мы видим то, что вот перспективы-то никакой особо нету. Это затягивается, затягивается, то есть, из сезона в сезон, и идет медленный спад. А сейчас вот во второй половине вот этого сезона бесплатное лицо. То есть, ни о каком там развитии близко речи не идет. Как вы думаете? Согласен, конечно, никакого развития нет. И причем я хочу вот этим болельщикам, которых я называю розового хачкак, напомнить, которые говорят, вот сейчас нет Баранбаева, поэтому все плохо. Баранбаев и начал, и Арбан это постоянно подтвердает и показывает, что Баранбаев первый сделал, чтобы полтора миллиона у казахстанских игроков заработная плата. Никто на такую заработную плату не пойдет. Баранбаев сделал, когда еще ничего плохого-то не было. Когда он просто, видимо, разочаровался или понял, что там что-то он не так делает, поэтому решил, так сказать, что я лучше вот так буду делать. Ну, у нас какая цель? Если заявляете тогда цель, мы будем готовить игроков для других казахстанских клубов, чтобы потом наши же болельщики, те, которые в розовых очках, говорили, что... А зато в Еврокубках играют воспитанники Кайрата. Ну, все, а теперь я должен от этого радоваться, что ли? Подождите. Вот эти все очки, все вот эти победы, которые в этом году были, они в основном были прежде всего из-за результативных действий Журава Попавла. Согласен? Абсолютно. В основном. Где здесь наши? Хорошо. Он выпускает Трупанова, например, на последних минутах. Мне действий Яну Трупанова очень понравилось. Очень вчера. То есть он максимально старался. Но его когда выпустили? Почему раньше не выпустили? И вот все вот эти туры предыдущие, когда мы там громили, грубо говоря, с кем мы там хорошо сыграли? Без Лужа. Без Лужа он крупно выиграл. Выиграли. Вот. И нет, я хочу к тому сказать, что в основном там это чисто индивидуальные способности бразильца наши. Правильно, да? Вот. Никто же там этот, после первых там голов Жао, нет, даже Швырёву не дают шанс, например, это как-то себе. Постоянно как бы меняет его позицию. И у Артура пошел спад. Это надо было разобраться непосредственно работникам клуба, например. Может быть там психолог должен поработать. Или что, человек перестал забивать. Человек перестал забивать. Его сборную там приглашают. К сожалению, он там не выходит. Но он перестал забивать. И что у нас сейчас? Идет системная как бы эта работа с собственными кадрами, что ли? Сомневаюсь. То есть, противоречит. Результаты противоречат тем словам, которые они говорят. Поэтому, скорее всего, Кирилл Сергеевич очень мало говорит. Возможно. Тем более, что он говорит, что мы хотели победить, но по его заменам мы не поняли, что мы хотели победить. Понятно. Одна замена до 90 минут, а потом еще две компенсированные времена. Это не тогда, когда ты хочешь победить. Так, Дамир, или нет? Ну да, согласен. Просто вот смотрите, да, вот мы вчера играли. Мы знаем, что мы остались без трех игроков, да? Васин травмирован. Сейдахмет, Садыбеков отбывались с квалификацией. Их, скажем так, не хватало, да? По крайней мере, Сейдахмет давал какую-то мобильность, скорость действия. Кто там еще? Я знаю, что Баньяк играет на уголах. Он вообще поломанный, да? Если помните, у него там мениск или колено, что-то такое, да? На уголах играл. Арат тоже был травмирован. Он, его заменили, да? Тоже вчера в конце, ближе к концу матча, да? Там поздние замены делал. Тоже его не хватает, потому что он еще не на 100% готов. Тоже там какая-то травма у него была. Вот. И я просто думаю, блин, а кто у нас для усиления заявки, да? Кто есть? Ульшин, да? Там Кейлер. Ну, не знаю. Я, конечно, иногда Ульшин выдает что-то такое, да? Там либо пас даст, либо со штрафного забьет. Раз в год, пару-тройку раз в год он что-то стреляет. Но как бы больше я никого не вижу. Я до сих пор не знаю, что с Кинджи Беком. Опять-таки, это клуб. Их бедное вот это, вот как сказать, такой, не знаю, менталитет какой-то, да? Все скрывать, все тырить, быть закрытым для людей, да? Никаких комментариев. А что с ним? То есть, мы задали вопрос к тому же Кейкеру, что Кейлер, он что, он уходит в этот клуб? Ну, нет, он как бы в команде, и в то же время он не в команде. И вообще непонятно, где он, да? Он бы мог дать какое-то усиление, да? Я не знаю, что там творится внутри команды, вот этой всей кухни. Может быть, он где-то накосячил, нарушил режим. Может быть, что-то ежечет, которое мы не знаем, да? И я понимаю, что исходя из замен, усилений нету. Тот же Труфанов, он в порядке, он хорош, но когда вся команда, извините меня, дерьмово играет, и вообще игры ни у кого нету, тяжело что-то там сотворить, да? Пойти в игру и сотворить какое-то чудо, да? Там волшебная палочка. Тут ничего не поделаешь, не попишешь, да? Тут все, надо в игру войти. К нему вообще претензий нет. Может быть, исходя из этого, Кекер там не делал какие-то замены, да? Ну, или делал их только в конце. Но я когда увидел эти замены, это было на удержание. Потом, опять-таки, еще замечу, я видел это со стадионом, я тоже, честно говоря, бесился. Кекер, да, всю свою вот эту энергию, силы, эмоции, да, отдает на споры с судьями. Он с ними ругается, он что-то им пихает. Я в чем, прямо вчера это видел, он слышно было, что он там рассказывал. И я уже сидел так, он злился, говорю, блин, Рэф, удали его нахер его. Мне он уже задолбал. Удали его к чертям. Дайте ему дисферлификацию на два матча, чтобы его там больше не было в этой тренерской мостике, да? Он хорошо умеет ругаться с судьями, да? Да? Искать их ошибки. Но лучше бы он бы так умел бы, там, не знаю, команду настроить, мотивировать, что-то придумать, да, с ними, улучшить игру. Но нет же, он свою энергию вот эту куда-то в негатив отдает этим. И меня это вчера, честно говоря, бесило. Рэф дал сначала ему желтую карточку, потом еще его помощнику дал желтую, кто тоже что-то сказал. Зачем это нужно? Смотри на себя в первую очередь, ставь игру, да, вот и все. Вот, и поэтому касательно, да, игра была дерьмо, но команде у меня претензий нету, потому что, опять-таки, были травмированные, кто дисквалифицированный, были неполный, так сказать, комплект игроков. Как бы и так было плохо, а тут без игроков основы еще хуже. И, слава богу, и не проиграли, да? Ну, как-то так. И меня вот это вот поведение его на бровке вчера реально сбесило. Вы, наверное, видели, наверное, где-то чаток, может быть, я писал. Лучше бы он так команду настраивал бы, чем ругаться с судьями. Нет, действительно, у меня тоже претензий нет, потому что они играют, как им говорит тренерский штаб. И, к сожалению, я не знаю, что говорит тренерский штаб, но, как Китер сам признал, видимо, говорит что-то не то, так и наружу, что есть что сказать по этому поводу. Ну, я, наверное, я начал задумываться над другим вообще. А точно ли мы прям воспитанниками играем полностью? Сейчас в основном кажется, что руководство клуба некоторые, другие болельщики больше оправдываются. Ну, смотрите, мы играем воспитанниками. Если так посмотреть на тех, кто играл, ну, грубо говоря, в составе команды в среднем по 5-6 казахстанцев, не все, они воспитанники нашей команды. И я считаю, что если мы хотим образовать воспитанников, они должны как-то вот на общем уровне, на уровне не сильно, нижшим, чем легионеры, выступать, но прямо сейчас мы нашими воспитанниками просто затыкаем дыры в составе. И не сказать, что многие из них прямо-таки прогрессируют. Если в прошлом году мы могли рассчитывать, повторюсь, на Крачковскую, если бы ему там, не дай бог, дали паспорт казахстанский, на Садыбекова, то сейчас уже таких разговоров я близко не слышу. И лучшим игроком казахстанским на данный момент в нашем составе является Славка Шурек. Вот действительно старается, действительно видно рвение и полно среди атакующего звена Кайрата единственный игрок наравне, наверное, с Жоу Павлу, который может хоть как-то протащить мяч, дать какую-то передачу, и единственная проблема в том, что он просто плохо реализовывает в свои моменты. Вот удар и поворот действительно плохо. А так сейчас на данный момент лучший казахстанец. И то, если его будут вызывать в сборную, то чисто для резерва и чисто для глубины состава. Но это не похоже на игру и воспитывание молодежи, в которой мы декларируем уже на протяжении многих лет. Мы просто латаем дыры. Я не все согласен, что смотря кого считать воспитанниками наши болельщики в родах иначе его называют воспитанником. Ну, не наш воспитанник юридический. Не наш. Мы успели три года до 21 года у нас в Академии побыть. Ну, надо смотреть. Кто у нас воспитанник? Пустименко, побыль. Кобеев этот молодой. Да, Кобеев, но что-то он мне в прошлом году Пажа Стару смотрел и когда на кубок выходил, он человек спас, но что-то его не выпускают. А так воспитанников на самом деле не так много и все равно при наличии всех этих воспитанников, пускай будет пять или шесть человек, все равно все решает, к сожалению, в основном регионерам. На каком месте идет Хейрат Жас? Вот стопроцентный воспитанник. На каком месте они? 12 место. 12 место из 15. Вот вам показатель. А мы знаем, что такое первая лига. Это там две команды, только остальные все так. Просто играют. 11-12 место с Экибаснузом делят. Даже 11-13 Экибаснуз, Октабеев. Вот вам простой пример. Ближайший наш резерв. У нас железнодорожник никогда же не играл на последнем месте. Нет, железнодорожник, если посмотреть. Я вчера, вот, кстати, ты напомнил, я вчера как раз смотрел таблицу. Третий, четвертый, пятый, ниже пятого места мы не опускались. Мы где-то были выше Цесны. Потому что это был ближайший резерв Хейрата. Правильно? Да, ближайший. До сих пор играет. Да, наш воспитанник, между прочим. А вчера играл. Да. И еще такой момент по воспитанникам. Окей, клуб решил играть воспитанником. Почему ты не вернешь тех воспитанников, которые у нас были? Вместо этого, смотрите, в Тоболе. Я скажу так, был шанс этой зимой его вернуть. Реально был. Время подходит, так что, смотрите, секундамирую. Да, да, да. В итоге, кто в октябре играет? Касым играет. Тот же Кабырай, там же, на воскресенье. Теперь они Рудовсельского подписывают. Столько много воспитанников других команд. Ну, ты верни, кто в аренде, кто еще кто-то. Собери их там. Миллиона не готовы платить, поэтому никто и не хочет играть. Вот и все, и приходите. Вот и все. Из этого вся проблема есть. Поэтому время у нас истекает. Спасибо всем за эфир. Пишите вопросы в комментариях, постараемся ответить. Тема сейчас серьезная, Карат в кризисе, но тем не менее. Поддерживайте команду. Следующий матч в Соктабе. Встретимся через неделю. Всем спасибо. Валите за Карат. Валите за Карат. Спасибо. Всем удачи. Валите за Карат. Валите за Карат.